Йоу, всем привет, друзья, с вами снова Кейн, и сегодня мы вместе с вами посмотрим аж на целых 5 небольших, но очень интересных и полезных модов для Майнкрафта. И вы меня спросите, Кейн, почему 5 модов вместо 3, как обычно? Ну, потому что сегодняшние моды реально довольно-таки маленькие, но, чёрт возьми, полезные и интересные, поэтому я решил сделать выпуск с 5 модами, и вы набрали 10 тысяч лайков буквально за 2 дня на предыдущие выпуски с модами, поэтому давайте сделаем челлендж чуть посложнее в этот раз, и давайте попробуем набрать 12 тысяч лайков. На этом видосе, и тогда я сразу же выпускаю ещё один видосик с модами. Ну и, конечно же, перед началом у нас рандомный комментарий залетает сегодня от воронёнок чёрный, который пишет, ну ладно, попробую попасть в ролик, ну ладно, ты попал в ролик, что ж, приступай. Итак, первый мод в нашем сегодняшнем обзоре называется Pink, и теперь с помощью клавиши V на клавиатуре английская V вы сможете открыть вот такую вот менюшку, которая позволит вам делать вот такие вот маяки для того, чтобы ваши друзья в мультиплеере также их видели и, например, могли увидеть опасность, могли, например, пойти куда-либо, также могли просто посмотреть или же, например, копать. Вы просто ставите такие маяки, и если ваши друзья также установили этот мод, и вы играете в мультиплеере, они их будут видеть, и это на самом деле очень удобно. Сейчас в последнее время такие штуки добавляют в различные игры, например, я это видел в последней Call of Duty, и это на самом деле очень удобно, когда вы играете в мультиплеере для того, чтобы не нужно было объясняться, типа, смотри туда, вон там, где какое-то зелёное дерево, вот туда. Теперь вы можете просто сделать чпокс, ну, наверное, это слишком далеко, например, вот так, и теперь вы просто обозначили опасность где-то в той стороне. Очень маленький, но очень полезный мод, я уверен, что вам понравится, и вы его скачаете. Кстати, друзья, все сегодняшние моды, они есть на последнюю версию Minecraft 1.15.2, все ссылочки, конечно же, будут в описании, вы всё это можете скачать, и мы переходим к следующему моду. Итак, второй мод на сегодня у нас называется Pyramid Plunder, и теперь, когда вы будете гулять по подземельям или по шахтам, вы с некоторым шансом сможете встретить вот такие вот урны, которые вы сможете открыть, и иногда вы будете получать отравление. Это не всегда происходит... Паука, отойди, я тут обзор снимаю, уйди, кыш, брусь. Короче, ребята, вы будете получать отравление с некоторым шансом, но в итоге вы получите очень интересные плюшки. В этих урнах может спавниться всё, что угодно, вы можете получить эндер-жемчужины, всякие слитки и так далее, то есть реально очень удобный мод, он очень простой, он всего лишь добавляет вот эту вот урну и всё, но на самом деле он довольно-таки популярный, у него миллион шестьсот тысяч скачиваний, я никогда даже не слышал про такой мод, но теперь он у вас есть, поэтому будете встречать такие урны, будьте осторожны, вы можете отравиться, но в принципе как бы вот такой вот мод, а мы идём дальше. И мне даже не пришлось отходить далеко от этой урны для того, чтобы показать вам следующий мод, который называется Compact Ores. И теперь в вашем мире Майнкрафта вы будете встречать самые обычные руды, но также вы будете встречать вот такие вот компактные руды, которые будут давать вам намного больше ресурсов. Если эта руда мне дала всего лишь один уголь, то эта мне дала аж целых четыре, и это работает со всеми рудами, например, где-то здесь я видел золотую руду, вы можете её заметить здесь. И знаете, что самое интересное в этом моде? То, что он работает со всякими другими модами, которые добавляют руды. Он автоматически генерирует вот такую вот текстурку с компактной рудой, даже если это какой-то вообще другой рандомный мод, и теперь вы будете встречать все возможные руды вот в таком вот компактном виде. И это довольно-таки прикольно, небольшой, но очень, опять же, полезный мод теперь будет, ну, намного приятнее, так сказать, исследовать пещеры и находить такие вот руды. Вы будете получать намного больше ресурсов, и как бы вот такой вот мод, небольшой, опять же, но, возможно, вам он будет интересен, и мы переходим к следующему моду. Итак, четвертый мод на сегодня у нас называется Спальные мешки и гамаки. Догадайтесь, что он добавляет? Да, конечно же, спальные мешки и гамаки, и как вы можете видеть, выглядит это, конечно же, довольно-таки круто. Вы сможете делать вот такие вот висящие в воздухе гамаки, и самое интересное то, что в них можно спать днем, просто, знаете, просто немножко так подремать. Но в спальных мешках вы, кстати, не можете спать днем, вы можете спать только ночью, и также плюс этого всего дела то, что вы не будете ставить себе спаунпоинт там, где вы поспали. То есть спаунпоинт будет в вашей кровати, вы будете всегда респавниться там, а это просто для того, чтобы переждать ночь, если вы отправились в какое-то путешествие далеко куда-либо, и вы имеете вот такие вот интересные штуки. Давайте посмотрим, как это крафтится. Для того, чтобы скрафтить спальный мешок, это просто три шерсти. После того, как вы сделали белый, для того, чтобы его покрасить, вы просто можете вот так вот приложить сюда краситель, либо сделать сразу же его из какой-либо покрашенной шерсти. Для того, чтобы сделать гамаки, вам понадобятся нитки, шесть штук, две палки, одна шерсть, и вы сделали себе гамак. Но для того, чтобы его поставить, вам понадобятся вот такие вот крюки. Чтобы их сделать, делаются они следующим образом. Четыре нитки, одно железо, вам нужно расстояние в четыре блока для того, чтобы повесить этот гамак, потому что иначе это не будет работать. Теперь вы просто кликаете на один из этих крюков, и все, у вас висит гамак. Так, спите себе, радуйтесь жизни, и вот такой вот довольно-таки маленький, но опять же, очень интересный и полезный мод. А мы идем дальше. Итак, последний мод на сегодня у нас называется Макаус Бриджес, который добавляет просто, ну, невероятное количество различных мостов, которые вы все можете спокойно скрафтить, поставить их где угодно, и все они выглядят просто офигенно. Если вы помните, то мы уже смотрели мод как раз-таки этого Макауса только на крыше, и также есть мод на вот такие вот мосты. И вы также можете сделать вот такие вот мосты, которые имеют сигнал редстоуна, проложить здесь, так сказать, рельсы и спокойно кататься на вагонетке. Разве это не здорово? Также у меня где-то здесь был мост из бамбука, если я не ошибаюсь. Вот он здесь, и здесь их реально очень много. Показывать все рецепты крафта я не буду, потому что, ну, в основном они делаются либо из полублоков, либо из полублоков и обычных, так сказать, заборов. Все рецепты крафта вы можете увидеть по ссылочке в описании, ну, я вам просто вот показал некоторые из них, и здесь довольно-таки много, поэтому дальше вы уже можете смотреть о них сами. Реально красивый, полезный мод. Ну, а я думаю, что на сегодня мы, ребята, закончили. Сегодня было 5, черт возьми, модов. Надеюсь, они вам понравились. Какой-либо из них вы скачаете, я буду очень рад. Также не забывайте оставлять лайки для того, чтобы поскорее вышел следующий видос. Подписывайтесь там на канал, оставляйте комментарии, жмите на глокольчики. Ну, а с вами был Кейн. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok